Водитель, вы тоже маску наденьте, пожалуйста. Надевайте. Грязный бульон. Ну где маска-то у вас? Сейчас выкинем ее. У меня там бульон грязный стал. Выкинем. И что дальше делать будем? А, не знаю. Ну вы сами правила перевозки нарушаете. Постановление губернатора с 1 мая. Маски обязательны. Хорошо. Что хорошо? Будет сразу. Я сразу там покупаю. Будет. Впрочем, далеко бежать не пришлось. На этот раз повезло. Выручили контролеры. В случае сопротивления водителю пришлось бы раскошелиться на штраф. Для физических лиц он доходит до 30 тысяч рублей. А для юридических до 300 тысяч. Масочный режим в Самаре никто не отменял. До конца февраля все-таки в масках было чуть больше. Сейчас как стало чуть теплее. Такое ощущение, что все думают, что уже все переболели. И заболели, и заболеваемость падает, и люди немножко расслабились. Масочный режим никто не отменял. На самом деле поводов, чтобы расслабляться, никаких нет. И вот мы свою работу будем продолжать, чтобы в транспорте люди себя чувствовали безопасными, защищенными. И не подхватывали никакую инфекцию. Не только коронавирус. На рейды по усиленному контролю масочного режима выходят городские власти совместно с представителями транспортной компании и полицейскими. Только за последнюю неделю составили 19 административных протоколов. За все время действия режима это число переваливает за 300. Под средством индивидуальной защиты, поясняют контролеры, понимается медицинская либо тканевая маска. А шарф, натянутый свитер или капюшон таковыми не считаются. И в этом случае нарушителю грозит штраф. Правила распространяются не только на пассажиров. Если пассажир заметил, что наш экипаж находится без маски, он нам сообщает номер маршрута, номер машины. Мы по итогам проводим служебную проверку и экипаж привлекается к дисциплинарной ответственности. В течение недели примерно 2-3 сотрудника наших привлекаются к дисциплинарной ответственности. Использование средств защиты органов дыхания и соблюдение социальной дистанции – необходимые меры безопасности. Защититься от коронавирусной инфекции можно и пройдя вакцинацию. В Самаре прививку сделали порядка 300 сотрудников транспортных предприятий. Записаться на вакцинацию можно в своей районной поликлинике, через портал госуслуг или позвонив по номеру 122. Мария Левина, Николай Сидоров, События.